Всем привет! Сегодня бы хотелось рассмотреть один фильм. Он уже старенький, можно сказать, такой из древних времен, но, тем не менее, как я считаю, вполне себе актуальный и интересный для разбора. Заодно бы хотелось параллельно проанализировать его. То есть, о чем он, какие цели преследовал этот режиссер, который его снимал, и, собственно, какие выводы делает зритель, посмотрев его. То есть, для чего вообще он был нужен, для чего его вообще снимали, для чего он был. Вот, этот фильм фантастический, советский фильм, 1961 года, называется «Планета Бурь». Я его в первый раз смотрел еще в глубоком детстве, на меня он тогда произвел очень сильное впечатление. Вот, и, собственно, когда я его потом пересмотрел уже в сознательном возрасте, даже не просто в сознательном, а уже в зрелом, он повторно произвел на меня сильные впечатления, но уже не эмоциональные, как в детстве, а чисто такие вот, как сказать-то, уважительные, что ли. То есть, я реально оценил ту работу, которая была проделана, когда этот фильм снимали, и качество этого фильма, потому что, несмотря ни на что, он даже в наши дни, когда уже и наука, и технологии шагнули далеко вперед, и появились такие уже серьезные фильмы, как, например, там, «Звездные войны», к примеру, да, где там сплошная, там, или «Матрица», да, там, где сплошная компьютерная графика, какие-то супер-пупер спецэффекты. Даже вот рядом с этими новыми современными фильмами, вот этот вот старый советский фильм выглядит, ну, вполне себе достойно. То есть, ну, это как, я не знаю, поставить какой-то ультрасовременный какой-то там локомотив, там, да, навороченный, суперскоростной, и рядом с ним поставить такой крепкий, такой надежный паровоз, да. То есть, по сути, конечно, главное дело, что паровоз уже давным-давно устарел, но рядом с своим потомком он все еще выглядит очень даже на уровне. И прокатиться на паровозе, я думаю, в общем-то, никто особо не отказался бы. Конечно, понятное дело, что, чтобы доехать куда-то быстрее, да, там, и комфортабельней, конечно, люди предпочтут уже современные какие-то средства передвижения. Но, тем не менее, вот этот вот именно как такой добротный кирпич, вложенный в кладку развития нашего искусства, нашей культуры, это прям без всяких каких-то сомнений. То есть, этот фильм, он прямо вот надежная, крепкая, прочная веха, которая обязательно к рассмотрению, обязательно к изучению, к ознакомлению. Вот. И что хочу сказать, вот я его специально для того, чтобы его сейчас проанализировать, еще пересмотрел прям вот-вот, только что, можно сказать. Я ожидал, что, конечно, я буду уже самое, ну, учитывая, что я его как-то уже, относительно недавно я его смотрел уже, да, то есть, как бы мне уже это все будет немножко так тяжеловато, да, потому что все-таки, понятно, что фильм старый, старые фильмы, они, как бы, ну, уже выглядят менее выигрышно по сравнению с какими-то современными фильмами. Чисто по интересу смотреть уже не возникнет таких каких-то моментов, которые бы держали тебя около экрана, да, ты уже, ну, только что смотрел, вроде как, ты только что это видел, все смотришь второй раз, и уже, и вот нифига. То есть, как оказалось, что, если смотреть фильм еще раз и вдумчиво, чисто анализируя все диалоги, все манеры поведения персонажей, да, кадры просматривать более внимательно, да, то абсолютно ловишь, ну, что-то на мысли, что ты что-то такое новое обнаруживаешь, и тебе все равно интересно. Поэтому я посмотрел его вот только что, и прямо вот с очень большим интересом, в общем-то, можно сказать, на волне эмоций, могу сейчас все это рассказать. более детально. Ну, думаю, давайте приступим. С чего фильм, собственно, начинается? Начинается фильм с такого, как дисклеймер, что ли, не знаю, ну, то есть, такие вот титры, которые повествуют следующее. Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир, он может оказаться не таким, как в нашем фильме, но мы верим в грядущий подвиг советских людей, которые воочию увидят планету Бурь. Вот за что я уважаю просто советскую фантастику и вот советскую вот эту вот научпоп, вот эту вот литературу, да? То, что там всегда, в основном, всегда и везде, где какие-то рассматриваются гипотезы или какие-то такие предположения, вот там везде идут такие поправки, везде такие ремарки идут, что ребят, вот как мы вам рассказываем, да? Но напоминаем, что это всего лишь предположение, то есть предположение, которое на данный момент считается основополагающим. В будущем все может измениться, потому что эта тема далеко не изучена, вот. И со временем не исключено, что вообще все поменяется, вот это вот как восприятие вот этого всего. Будут какие-то новые открытия сделаны и прочее. Поэтому мы сейчас здесь просто фантазируем в данный момент, то есть высказываем свои гипотезы, которые могут меняться. Может быть что-то действительно сбудется, а может что-то нет, но так или иначе. То есть, например, это было связано с какими-то книгами про динозавров, да? Там везде указывалось, что вот то, что вот видите на картинках, там, ребят, ну, это сразу вам говорим, что это может быть не так. Потому что вот мы сейчас, что смогли на данный момент найти и изучить, вот по каким-то нашим представлениям, мы пытаемся вот это воссоздать, да? Поэтому это только предположение, в будущем все может поменяться. Вот за это я уважаю вот именно советскую вот эту вот фантастику, советскую вот эту вот всю публицистику научную, да? За то, что вот эти оговорки всегда были, вот. А казалось бы, ну зачем тогда вот это вот, об этом рассказывать, если это еще не доказано? Ну, нифига подобного. На самом деле это как раз таки дает еще больше пищи для изучений. Для того, ну, во-первых, это дает толчок к интересу. То есть ты уже что-то видишь перед собой, да, фантастическое такое, да? Тебя это подмывает, чтобы заняться изучением этого. И, возможно, когда ты поднотореешь в науке, более углубленно это все изучишь, то ты, возможно, как раз таки опровергнешь вот эти вот какие-то домыслы или подтвердишь наоборот, да? То есть вот это вот, это полезно. И вот это классно, что вот это вот, значит, показано, вот это вот сразу такая предпосылка. Вот. Ну, и, собственно, вот начинается фильм. Ну, и показано, значит, что начинается все с такого закадрового голоса. Причем, просто какое-то там объяснение там чего-то, что происходит. А все это подано, что на Земле идет радиотрансляция, которая рассказывается, что наши космические корабли приближаются к Венере. И все это подано в таком, ну, как сказать, около реалистичном виде. То есть там, голосом такого левитана подобным торжественно все это объясняется, как бы. Может показаться, что это какая-то пафосность, да, излишняя. Но на самом деле, опять-таки, надо вспоминать, то есть, когда этот фильм был снят, в какую эпоху, для кого, собственно. И становится сразу все понятно, потому что, ну, во-первых, тогда, в общем-то, все такие важные моменты объявлялись вот именно таким четким, четко, хорошо поставленным голосом левитана, да. Чтобы люди прислушались, люди все это внимательно выслушали, все это поняли. Поэтому для той поры это было прям мега реалистично. То есть, как бы вот, ну, если как бы брать наше время, то это аналогично выглядело бы, как вот программа новостей. Там экстренный выпуск, например, по телевизору, да, и там какой-то уже на веших зубах ведущий или ведущая вот это вот об этом бы рассказывала. Вот это примерно так же бы выглядело. То есть, для тех людей того времени это было вот именно так, как бы, реалистично. Это во-первых. А во-вторых, этим как бы дается понять, что люди, которые там находятся в космосе, они не брошены. То есть, их не выпустили. Это вот как бы уже начинается такое отличие от американской фантастики, да, когда люди там болтаются сами по себе в этом, в космосе. Вот. И по большей части они, в общем-то, особо, ну, предоставлены сами, ну, как бы, предоставлены именно сами себе и рассчитывают только сами на себя. И земля им как таковыми ими особо не интересуются. То есть, они, в принципе, интересны просто как какой-то один из каких-то винтиков, что ли, в машине вот этой вот современной капиталистической экономики, да. Ну, примеры, какие могут быть. Фильм «Чужой», да, о нем, как бы, я уже тоже так упоминал и неоднократно. То есть, где, в общем-то, земля особо не следит за этим кораблем, который где-то там летает, да. Там, я понимаю, таких кораблей там много и, в принципе, пофигу особо. То есть, поскольку эти корабли, они принадлежат какой-то отдельной корпорации, и если кто ими интересуется, то именно вот только вот этой корпорации, потому что это ее имущество, да, она как бы беспокойна своим имуществом. Вот она только это вот как заинтересована в том, чтобы корабль вернулся благополучно на землю. И то на людей, как, в общем-то, по сути, ей особо-то плевать, а в основном, как бы, главное, чтобы этот корабль что-то привез, да, ценное. Аналогично то же самое происходит с, например, фильмом «Аватар», да, где тоже люди на этой там какой-то отдельной планете, в основном, предоставлены сами себе, и за весь фильм тоже никаких контактов с землей нет. То есть, ну, понятное дело, что все равно какие-то там, пусть с большой задержкой какой-то там, как-то, но какие-то средства связи, наверное, может, все-таки должны были быть между этой планетой и землей, да, в общем-то, в целом. И даже если их нет, то все равно, ну, как-то нету в этом фильме какой-то озабоченности именно земли, причем я сейчас под словом «земля» подразумеваю не отдельную корпорацию, чьим имуществом является вот эта колония, да, а всю, ну, хотя бы всю страну, например, Америку, я уж молчу про вообще все человечество, хотя, по идее, оно бы очень должно все человечество должно быть в первую очередь в этом заинтересовано, вот в этих всех экспедициях, да, но нет. Там вообще как-то вот, ну, есть вот колонизированная планета, вот добывают там какой-то важный очень минерал, да, и всем, в общем-то, как-то, такое ощущение, что всем там вообще пофигу на это, да, или какой, например, еще фильм можно взять, ну, Прометей тоже. Кстати, вот говоря, пока я смотрел вот эту вот планету «Бурь», у меня вот с этим Прометеем постоянно вот ассоциации возникали, ну, об этом как-то потом. Сам факт, что вот какой фильм не возьми, да, вот какая-то экспедиция или какое-то, не знаю, путешествие какое-то космическое, да, с центром, с Землей связи никакой нет, и непонятно вообще Земле какое дело вообще до вот этого вот корабля, который находится в космосе, до этого экипажа. А здесь вот постоянно с Землей идет контакт, и причем самая Земля играет очень большую роль вообще в самом сюжете. Ну, и вот начинается именно с этого. И вот летят три корабля на Венеру, и в один из кораблей попадает метеорит. Ну, это, конечно, сейчас уж, конечно, можно считать глупостью, потому что, ну, вариант столкновения такого маленького, да даже и не маленького, а большого корабля, даже в поясе астероидов, как сейчас вот подсчитано, даже находясь в поясе астероидов, столкновение с метеоритом, ну, с астероидом, крайне низко. То есть гораздо больше шансов какого-то несчастного случая в космосе с кораблем, да, оно завязано именно на внутренних каких-то аспектах, а не на внешних. Ну, и то, если даже какие-то внешние аспекты, то скорее повредит кораблю какое-то излучение, выброс каких-то там, не знаю, солнечной какой-то материи или чего-то. Вот это больше может повредить кораблю, нежели астероид. Потому что столкновение с астероидом в таком гигантском, просто огромнейшем космическом пространстве, бескрайнем, да, где-то миллионы километров просто, миллионы. Ну, между астероидами, там, ну, не знаю, тысячи тысяч километров, и столкновение, конечно, возможно, но оно исчезающе мало. Вот. Поэтому, ну, как бы, такое, конечно, теоретически могло произойти, ну, прям вот, очень-очень маловероятно. Вот. Скорее бы с кораблем что-то внутреннее произошла, какая-то поломка, какая-то авария, да, вот это больше вероятности, именно, нежели вот... Столкновение с каким-то космическим телом. Но, тем не менее, ну, ладно, я говорю, что такое все-таки могло быть. То есть, вот случается авария, корабль один из трех погибает, остается два. И первое, что нам показывают, это как люди, соответственно, реагируют на вот эту трагедию. Что тоже очень показательно, вот в американских фильмах обычно, американской фантастики, да даже не просто фантастики, вообще в любых американских фильмах, драматически каких-то, когда вот происходит какая-то трагедия, остальные персонажи на нее реагируют как-то, вот, бросаются в крайности всегда. То есть, либо они начают там выдьбиться и хрипеть, сразу у них все валится из рук, они все бросают, ай, погиб там мой друг, там, или кто-то, да-да-да-да, кидаются там слезы, сопли, какие-то заламывания рук, вот это все, истерики, короче, какие-то. И там друг друга начинают сразу убеждать, там, возьми себя в руки, там, да-да-да-да-да, нам нужно быть сильными, вот это вот классические фразы, да, то есть убеждают там кого-то, ну, кто дал слабину, получается, там-то тот. Либо второй вариант, вторая крайность, они вообще на это никак не реагируют. Вот, как Звездный Войн, например, вот летит там звено истребителей, поубивало там кучу из этого звена твоих там побратимов, друзей, да, там, позбивали, поуничтожали. Ты вернулся на базу, там, ура-ура, победа, и как-то, и вообще никакого даже мимолетного какого-то поминовения погибших друзей. То есть, ну, вообще, как-то, либо вот так, либо сяк, либо мы просто вот радуемся, и там просто вот чисто вот полностью погружены в свое задание, там, в свою миссию, либо мы начинаем впадать в какую-то безумную истерику, да, и то, и другое, естественно, неправильно, потому что это особенно, это хорошо впадать в истерики, когда ты ничем не обременен, и у тебя случилось какое-то несчастье, да, и то даже в этом случае как-то все равно как-то по-хорошему нужно как-то держаться, нужно показывать какой-то пример, да, своей стойкостью, да, как бы в борьбе с вот этим свалившимся на тебя несчастьем, да, то есть, это же показывается не жизнь, как бы, как правило, обычного человека, а показывается жизнь какого-то человека, которому по-хорошему нужно симпатизировать, сопереживать и брать с него пример, я так считаю, вот. Размазня, естественно, это плохой пример, вот, даже если в реальной жизни такие люди бывают, а тем более, если ситуация такая, что ты находишься в какой-то вот этой вот реальной, оторванной от мира, от основного, от общего, вот этой вот скорлупки, яичной, да, и от тебя зависит очень многое, и причем от тебя зависит мало того, что от тебя зависит, там, миссия, которую ты выполняешь, да, вот эту вот, на которую затрачено очень много сил и средств, но еще и от тебя зависит много, да, не то, что много, а от тебя зависит именно жизни твоих, ну, сотоварищей, которые с тобой вместе находятся. То есть все, когда вот в этой сцепке люди находятся, вот на этом задании, если какой-то из этого звена выпадает из этой цепи, кто-то выпадает, то это может разрушить вообще всю эту сцепку, все это звено, и все это может как бы просто рухнуть просто из-за того, что кто-то один из этой цепи вот так вот себя повел малодушно, да, хотя понятное дело, что это трагедия, спору нет, это большая трагедия, но тем не менее все находятся в данный момент в такой ситуации, что в любой момент это может случиться и с ними, и причем более того, это может с ними случиться именно по той причине, что они вот тут вот на какой-то момент дали слабину. И вот здесь вот что хорошо, вот именно в советской фантастике, вот в данном конкретном случае, что очень мне лично тоже прямо сразу понравилось, как люди вышли из этого вот именно экипаж, вот этих двух оставшихся кораблей, они, во-первых, отреагировали на эту трагедию, видно, что они, для них это удар, они на какой-то момент немного так были, ну не сказать, что сильно деморализованы, но, скажем так, погружены в такую, как сказать-то, автоматическую что ли, легкую апатию, то есть когда вот раз на тебя сваливается резкий какой-то такой удар по башке, да, ну понятно дело, что очень сложно, это нужно прямо такие супер-пупер стальные нервы иметь, или хладнокровие, или бессердечность какую-то, да, чтобы просто на это никак не отреагировать, поэтому они реагируют, но видно, что никто не бьется в истериках, никто не закатывает какие-то там эти самые, видно, что им грустно, им очень печально, да, для них это удар, они только что общались по радио со своими коллегами, и тут их уже нет, раз и нет их, вот. И видно, как быстро, то есть буквально в считанные какие-то минуты, люди, это самое, постепенно выходят из этого, выходят сами и вытаскивают остальных, причем не сю-сю-му-сю, там, ню, ну там, ты-ды-ды, а вот именно четкими, конкретными, здравыми выражениями, что мы знали, на что идем, вот эта вот фраза, что прям, да, мы на это шли, мы знали, что такое может случиться, это случилось, мы к этому были готовы, что сейчас вот нюни размазывать, надо двигаться дальше, вот, мы пока живы, и пока мы живы, мы будем вести дело, как бы наше начатое до конца, на нас надеются миллионы людей, вот, и мы должны оправдать их доверие, вот это классно, я считаю, прям, вот, ну реально, вот, ну хочется с этого просто брать пример зрителю, потому что это, ладно, фантастика, это какая-то там, может, выдумка, что-то, но это, такое же событие может произойти где угодно, и не обязательно даже на какой-то войне, а еще может и в мирное время произойти то, что-то такое, когда что-то решается, какая-то важная задача, кто-то при этом погибает, и нужно это воспринимать стойко, твердо, и, самое главное, здраво, именно здраво к этому подходить, вот это классно, я считаю. Ну и дальше начинается, когда вот это их схлынуло, у них начинается выяснение, что, собственно, делать дальше, потому что по плану было запланировано, что три корабля должны действовать, и, соответственно, те, кто должны были спускаться на планету, они, получается так, что им приходит, придется как-то замещать те, кто должны на орбите находиться, ну и начинаются у них такие терки какие-то. Вот тут такой момент, кстати говоря, который бы сразу хотелось отметить, потому что я хочу не только вот там рассмотреть этот фильм с позиции, что вот он какой хороший, да, как-то его нахваливать, нет, я хочу его именно рассмотреть со всех сторон, то есть как из каких-то удачных находок, на мой взгляд, так и из неудачных находок, непонятных лично мне, как зрителю, с чем я не согласен. И вот тут как раз вот сталкиваемся мы с таким моментом, что вот люди начинают выяснять, экипаж начинает выяснять, кто отправится на планету, а кто останется на, значит, орбите. И для, у них там по плану было, что сначала там высаживается какой-то, ну, как разведчик, корабль, разведывательная группа, и только после этого высаживается вторая группа, дополнительная, вспомогательная, ну, в смысле основная, можно сказать, а тут получилось, что ни одного корабля лишились, и поэтому им нужно как-то сейчас выкручиваться. И вот у них появился сразу же план, то есть у них есть спускаемый аппарат, так называемый планер. Вот они думают спустить на нем робота, потому что там во втором корабле летит американский, что характерно, то есть там все люди, все космонавты советские, и один американец, и не простой, а это ученый, который летит вместе со своим роботом, экспериментальным, который вот они хотят тоже использовать на Венере, ну, чтобы он изучал там вот это все. И вот они думают, как бы по логике вещей, да, спустить туда робота, вот, и двух людей, которые это самое, ну, будут, соответственно, ну, как сказать, проводить разведку, рекогностировку местности, вот. Ну, и следить за этим роботом. И у них тут возникают такие какие-то терки, что вот, не надо их запускать, пусть они идут во второй волне, а пойдут там, короче, какой-то молодой такой, рьяный член этого экипажа, вот, он начинает выпендриваться, и говорит, что я пойду, я хочу, я там, типа, вот, всю жизнь об этом мечтал, я, тем более, там, ну, что этот робот, он там сделает, я вместо робота, запустите меня, я все там решу, короче говоря. Ну, и такие уже умудреные, значит, коллеги, они не сразу ему говорят, да ты там, типа, малолетний дебил, ты че, куда ты, они опять-таки взвешивают его слова. То есть, даже вот это вот, понты вот эти вот, явно неразумные, остальными членами экипажа взвешиваются, а этот, ну, парень этот, он, короче говоря, ну, там, рвет тельняшку на груди, там, грубая, я, если что случится со мной, я сигнал бедствия не подам, помощь вызывать не буду, ну, то есть, готов с собой пожертвовать, то есть, такой прям вот кипучий, могучий весь, вот, и это самое, моя жизнь принадлежит только мне, такую фразу бросает, короче говоря, ну, опять-таки, на эту фразу, никто из остальных членов экипажа, сразу резко не реагирует, хотя могли бы, я ожидал, что будет реакция, но нет, то есть, там, более такой старый, взрослый, вот этот вот, ученый говорит, да, твоя жизнь, типа, принадлежит тебе, ну, да, ну, да, он что-то такое говорит, и из этого, как бы, тут, опять-таки, такой ловкий маневр, сделал сценарист и режиссер, что, действительно, это дается на откуп зрителю, то есть, проанализировать вот эти слова, вот это рвение, вот эти слова, что, ну, опять-таки, понятное дело, что он молодой, вот этот вот, рвачуга, да, он вот, взорвется к подвигам, но, опять-таки, он не отдает себе отчет о последствиях, во-первых, а, во-вторых, вот эта фраза, моя жизнь принадлежит только мне, ну, это, прямо скажем, для того общества, это вот сейчас, эта фраза, вот, кстати говоря, она, в смысле, именно сейчас звучала бы современно, вот, по нашим меркам, потому что сейчас действительно все люди принадлежат только сами себе, никому они нафиг не нужны, их жизнь это только их, скажем так, прерогатива, и, в общем-то, они сами вольны ее распоряжаться, но, тут есть такой момент, что, опять-таки, мы не забываем, в каком веке это происходило, да, и в какую эпоху это происходило, и что за люди тогда были, вот, то есть, с одной стороны, кажется, казалось бы, да, действительно, каждый человек кузнец своего счастья, да, каждый волен распоряжаться своей жизнью, но, как бы, это сейчас может прозвучать, ну, как-то, я не знаю, не особо красиво, что ли, или, как-то, немножко так подозрительно, но, на самом деле, вот, в данном аспекте, и в данном, конкретном моменте, как показан в фильме, да, вот, жизнь этого парня, она уже ему не принадлежит, вопрос, кому она принадлежит, а принадлежит она, обществу, и науке, то есть, тот момент, когда ты уже своей жизнью распорядился, пацанчик дорогой, то есть, ты должен был на земле думать, вот, рассуждать об этом, что твоя жизнь, когда полетел сюда, вот, ты тогда должен был думать, что твоя жизнь, это самое, принадлежит только тебе, и ты волен ей распоряжаться, вот, и распорядился, а сейчас уже, когда ты перешагнул этот, рубикон этот, перешел, Все, ты уже своей жизнью не распоряжаешься, поскольку от тебя зависит сейчас уже гораздо большее, чем ты один. Это как вот сейчас модно говорить, стоит ли там жизнь одного человека, каждый человек важен, все такое, во время, например, каких-то там таких серьезных событий, спасения или какого-то противостояния, борьбы. Да, вот каждый человек важен. Нет, нифига подобно, важно общество, потому что если спасая одного человека погибнет 10 или 100, смысла в этом спасении нет никакого, что ты его спас, вот одного, что ты разменял одного человека на несколько. То есть вообще никак. Тем более, если на кону стоят такие серьезные мотивы, серьезные моменты, как вот, например, космическая экспедиция. Все, какая ты распоряжаешься своей жизнью? Нет, уже ты ничем не распоряжаешься. Ты должен только действовать в коллективе, как единый организм. Вот теперь не вы каждый сам по себе, каждый отдельный какой-то такой уникальный снежинка, а вы вот такой общий такой по сути организм, единый, состоящий из нескольких людей. И решать, принимать решение, кому там жить, кому рисковать, кому что-то сам, куда кидаться, должен принимать этот организм в целом. То есть все эти люди, а не только ты один. Вот только так. И тут как бы вот действительно дано наотку. То есть зритель, вот я как зритель, например, легко, благодаря вот этой вот находке, благодаря сам допер, что вот это вот именно подразумевалось это. И поэтому мне не надо было объяснять вот что-то сейчас, как там, огромнейшие диалоги потом, что вот ему объяснять, вот это все разжевывать этому дурачку, да, там вот, чтобы он сам до этого допер. Его потом, естественно, осаживают. Но вот столько конкретно, что мне не понравилось, но тоже даже не не понравилось, а вызвало недоумение, что вот на этих кораблях царит какой-то вот реальный, ну, какой-то, 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 Всех выслушать, что-то каждому выступить, что-то так, но все равно без централизации, без какого-то централизованного управления, без какого-то основополагающего руководства, я считаю, тем более такие вот сложные моменты, как космическая экспедиция, они происходить не могут. Вот. Всегда, все время должны быть какие-то ответственные лица или ответственное лицо, которое вот именно взваливает на себя груз вот этого управления всей вот этой задачей. Но, опять-таки, как это происходит? То есть, если, например, управление четко иерархическое и безальтернативное какое-то, да, опять-таки это тоже нехорошо, потому что от дури одного единственного некомпетентного командира зависит вся, в общем-то, все люди, которые ему подчинены и вся миссия, которая на этот коллектив возложена, да? То есть, вот эта безальтернативщина, что вот я сказал, будет так, авторитаризм вот этот вот, он тоже так же плох, как и полный плюрализм, когда все, лебедь, рак и щук, и все тянут в свою сторону, непонятно, что это самое, а никакого единоначалия нет вот именно в решении этой задачи. Вообще, если вспоминать Советский Союз, какой принцип руководства в Советском Союзе проповедовался непосредственно вот по принципу марксизма-ленинизма? А именно вот такой, что была тоже как бы вертикаль, какая-то руководящая, да, но при этом эта вертикаль всегда решала, принимала решение исключительно коллегиальное. Это сейчас вот там вот модно говорить, да, это вот прям вот это постоянное вот эти вот собрания, вот это вот какие-то планерки. Ну, начнем с того, что сейчас вот какое предприятие не возьми, какую организацию не возьми, там тоже вот как-то без планерок не обходится. Пусть зачастую на них несут какой-то просто галимый бред какой-то, и опять-таки все решается все равно по удару кулаком главного генерального директора. На самом деле, зачем собирались, вообще непонятно, просто может пыль выпускать в глаза, да, там зачастую так получат. Но тем не менее, сохраняется какой-то принцип коллегиальности, который пошел именно оттуда, и именно вот из вот этих вот, так сказать, демократических принципов, демократических основ решения задать. А марксизм-ленинизм ставил во главу угла какую систему? То, что, ну, вот чтобы если совсем разжевать, просто полностью, чтобы было понятно, вот есть руководитель, есть подчиненные, да, собирается коллектив, руководитель ставит задачу, говорит, вот так, так, вот перед нами стоит такая проблема, нужно ее решать, нужно, нужно. Вот я предлагаю вот это решение так и так. У кого есть какие-то возражения, свои предложения и так далее. И коллектив чешет репу и, либо говорят, да нет, все, да, все нормально, ну, тогда все, приступаем к выполнению, да. Либо же говорят, что, не, подождите, я вот не согласен, потому что тут вот надо, можно сделать так, можно сделать так, а я предлагаю вот это, предлагаю это. И начинают рассматриваться все вот эти предложения, все за и против коллегиально. Почему это хорошо? Потому что вот в том же экипаже космического корабля, например, среди подчиненных, среди всех подчиненных, подчеркну, есть люди, которые более компетентны, чем сам капитан, чем сам командир. Почему? Ну, например, вот есть доктор, да. Доктор в вопросах медицины и в вопросах человеческого здоровья и функционирования человеческого организма в определенных условиях, он 100% и всегда компетентнее командира корабля. Ну, просто потому, что иначе тогда зачем брали доктора, если он знает меньше, чем, собственно, какой-то там обычный управленец, да. Может командир также назначать лекарства, что-то там осматривать больных там и так далее. Доктор зачем нужен? Нет, доктор им нужен как раз за тем, чтобы консультировать всех и в первую очередь командира по вопросам именно медицины. Ну, например, заболел какой-то важный для экипажа человек, представитель этого экипажа, да. Командир задает вопрос доктору, что с ним, как, ну, в смысле, во-первых, ну, что с ним, во-вторых, что требуется для того, чтобы его вылечить, восстановить, да. И самый главный вопрос, когда он сможет снова приступать к выполнению своим обязанностям. Это очень важный момент, потому что капитан должен заранее спланировать, как заменить этого человека и кем, который очень важен, может быть, для вот именно вот этого выполнения этой миссии. Может быть, он может частично выполнять свои обязанности, например, он не может ходить, не может стоять, он может лежа давать какие-то консультации и говорить другим членам экипажа, что делать. То есть объяснять им просто на словах, а те будут делать, может быть, так, то есть, ну, опять-таки, все зависит от доктора. И, может быть, он может ходить, а ему нельзя, понимаете? То есть, если этого не знать, он будет ходить, и он окончательно подорвет свое здоровье и погибнет, да, либо станет дополнительно еще более сильной абузой для экипажа, либо можно просто переждать вот этот кризис, вылечить его, и он приступит к выполнению задания, как, ну, занять своих вот этих обязанностей, уже как, в принципе, как полноценный член экипажа. Вот для этого нужен доктор, и поэтому к доктору, естественно, командир будет прислушиваться. И это только доктор. А еще, например, есть там всякие ученые, есть там какие-то инженеры, которые тоже знают, разбираются в каких-то определенных отдельных узлах этого корабля лучше, чем командир. То есть, командир, что должен знать командир? Командир должен знать все, обо всем, как сказать так, понемногу в целом охватывать, вот такой общий кругозор у него должен быть. Вот, и он должен уметь принимать решения во всяких, ну, во всяких таких экстренных случаях, потому что зачастую могут происходить такие события, когда просто не будет возможности собирать вот это вот собрание, нужно прямо принимать решение, брать на себя ответственность ее минутно, и командир тут же должен это решение принять. Вот. Но, опять-таки, говорю, что такие вещи принимаются именно, происходят только в те случаях, когда вот события резко так неожиданно происходят, когда нужно срочно принять решение. Например, аварийные ситуации на корабле, да? Нет времени собираться, что-то там решать, что будем делать, ну, какая-то вот, причем такая не просто аварийная ситуация, когда что-то там просто отвалилось, да? А когда это грозит кораблю, ну, буквально там считанные часы, там грозит кораблю полным разрушением, да? Тогда нет, нет, некогда думать о том, что кто-то там что-то предлагает, да? А нужно резко принимать решение, что делаем. И вот резко, вот тут командиру приходится уже принимать такие вот безальтернативные резкие решения. Потом, какие они потом в итоге оказываются, правильные или неправильные, это тоже, как говорится, уже отдельный вопрос, да? Но, тем не менее, выбора не было. А вот когда, например, капитан принимает решение какое-то авторитарное, когда была возможность обсудить и выслушать здравые, разумные предложения специалистов, а я напоминаю, что в основном все эти собрания, они как-то протоколируются, и потом, когда выясняется, что капитан мог бы поступить правильно, но он поступил неправильно, в том плане, что ему предлагали, но он даже слушать не стал, либо он не хотел слушать, либо он отмахнулся от этого и поступил по-своему, да? Вина будет лежать на нем, и капитан тоже себе отчет в этом отдает, и поэтому, отдавая себе в этом отчет, он, что потом, если что, все шишки на него посыпятся, да? Он будет более внимательно выслушивать своих подчиненных во время вот этих вот собраний. Но все равно вертикаль власти быть, вот именно конкретно, вертикаль управления в данных моментах быть должна, и должен быть человек, который будет пресекать вот эти все рефлексии, вот эти, я пойду, не я пойду, вот это, и сидят вот это вот они, вот и каждый что-то рассуждает. И вот я, например, вот сколько, я вот фильм сколько раз вот этот посмотрел, но за все время я его смотрел, посмотрел, может, раз пять, может быть, да? Вот, за всю свою жизнь. Сколько раз я его смотрел, я до сих пор не могу понять, кто из них там капитан, кто из них командует. Там каждый вот сам по себе, и каждый, в общем-то, что-то там из себя представляет, да? Каждый командует, каждый что-то высказывает, да? Вот этот момент мне не понравился, потому что я считаю, что все равно какой-то командир должен быть четко, ярко выраженный командир, то есть которому даже можно не объяснять, что он командир, а просто по нему будет видно, как к нему все относятся, то есть как к нему обращаются. А тут вот какой-то, я говорю, каждый кто влез, тот по дрова, вот они что-то ходят, я конечно понимаю, коммунизм, все такое, но каждый человек гений по сути и может сам прекрасно всем управлять, как можно представить, идеалистическую картину, но это на самом деле неправильно, коммунизм на самом деле планировался не такой. И это самое, то что каждый человек может стать хозяином, стать управленцем, это в общем-то не значит, что все будут вот так вот, как лебедь, рак и щеку, тянуть воз в свою сторону. А вот как раз это именно значит то, что не просто какой-то будет царь стоять над тобой, быть посему и все, и ты хочешь не хочешь там, вот тебе он скажет там, иди прыгай в бездну, да, в какую-то там, в ущелье, да, хотя рядом мост находится, по идее, просто он его не видит, потому что он дурак, вот, ты ему показываешь, говорит, да мне насрать, и вот иди сюда, я сказал, я тут командир, и все, я знаю лучше. Вот, не такое вот авторитарное управление, а именно управление связано с коллегиальным принятием решений, то есть все принимается через коллегиальные собрания, то есть взвешиваются все в за и против, командир он как, ну это как, прям как на суде, вот на суде, да, есть адвокат, есть прокурор, например, есть судья, который смотрит, принимает решение, то есть там кто присяжный, там кто что, там заседатели, все там высказываются, свидетели, все за и против взвешиваются, и принимается решение. Решение принимается, ну, конечно, тоже там, оно может быть справедливое и несправедливое, всякое может быть, но тем не менее, все стремление идет к справедливости, и больше шансов, что в этом принятии решения, что все-таки решение будет принято справедливо, учитывая все аспекты, да, юридические, так и здесь, в принципе, то есть вот есть у нас такой судья, это командир, есть какие-то ближайшие соратники, какие-то там, ну, заместители и прочее, и есть просто обычный коллектив. Чем больше народа присутствует на этих собраниях, тем больше мнений, тем больше идей выдвигается и вариантов, тем лучше, потому что среди них можно найти такое, о чем еще другие не додумались. Даже какая-то уборщица зачастую может, это самое, выдвинуть такое предложение, к которым даже никто и с этой стороны даже не заглядывал. Может быть, уборщица убирается в таких местах, куда никто свой нос не сует из вот этих вот высоких чинов, да, там, а через вот эти вот места, куда залазит уборщица, может быть, что-то можно реализовать, такое, о чем никто даже и не думал. Вот и все. И говорят, о, а действительно, а что это? А действительно, давайте так попробуем. И получается, что действительно это самый, оказывается, разумный выход. Ну, это как пример такой, конечно, грубый, примитивный, но тем не менее. Чем больше людей участвует, заинтересованных людей участвуют в обсуждении вот этих вот всех проблем, тем больше шансов выхода из этих проблем разумного. Здесь вот этого нет. Здесь вот что-то все, каждый что-то предлагает, что-то каждый что-то думает, а какого-то центрального принятия решения нет. И вот кто-то там говорит, ну, давайте сделаем так. А кто, кто вот он? Я сначала думал, что командир вот один, там, какой-то там самый старый, какой-то ученый там. Потом, когда вы рассмотрели, нет, его там все чмырят, что-то как-то особо, то есть над ним прикалываются, никто его так особо не слушает, кто-то другой идею выдвигают. И это решение принимают уж другого какого-то человека. Как вы там это все? Я не понимаю. Вот непонятно, вот в этом фильме это минус, что не показана грамотная, правильная, вот именно социалистическая, с точки зрения вот именно теоретического, правильного теоретического социализма, не показана система управления. Она здесь какая-то вот разболтанная, рашатная, каждый сам по себе. И каждый что-то проверяет, и как-то они потом приходят к какому-то правильному решению. Ну там, не знаю, правильному, неправильному, к какому-то решению они приходят в итоге, да? Но опять-таки это выглядит так, что, а давайте там кто-то один, там непонятно кто он вообще, а давайте поступим так. Ну блин, ну я хотел вот так, ну мало ли что ты хотел, ну ты пойми, что все-таки надо так. Ну и этот, ну окей, даже не, ну как-то не ясно. Вот это вот, вот там яркий такой пример, что там они думают, кого взять, кого забрать, ну когда вот уже высадился вот этот вот разведывательный аппарат. Разведывательный аппарат указал, где можно приземлиться там к кораблю, да? И после этого он попал в какую-то там, не знаю, бурю там что-то, короче, он разбился. Неизвестно, что с этими, с членами экипажа выжили они или нет, непонятно. И вот еще такой момент, кстати говоря, что меня очень так умилило вот так вот. Ну просто вот реально тупой, тупой момент, вот реально тупой момент в фильме. Может быть, скажешь, он не тупой, может там смотрелась какая-то, ну закладывалась какая-то иная логика, да? Ну как-то мне показалось странно. То есть, когда решают, значит, ну решают, что, значит, полетят на разведку члены экипажа другого корабля, на котором летит наш специалист, женщина там, какой-то, не знаю, портинженер, она, кто она там, тоже, вот не поняли, ученые она тоже, вот. О женщине, кстати, надо отдельно поговорить, это как раз вопрос вот именно современной повесточки и сильной независимой женщины, как он здесь показан, это прямо вот отдельная тема для разговора, вот. Летит американец, об американце тоже надо отдельно поговорить, тоже отдельная тема, мне очень вот эта тема понравилась, которую можно обсудить. И находится робот, который, собственно, которого изобрел вот этот вот американский ученый, вот. Вот. И решают, значит, кто полетит, кто полетит, и один кто-то должен остаться, вот. Сначала решают, кто полетит на этом самом, ну, на разведку. И, короче, говорит, ну, и спрашивают у робота, как бы там, ну, короче, считай, он, типа, такой у него компьютер, там, такой, в голове умный. Он говорит, ну, типа, робот, давай, короче, считай успех предприятия, вот этого, что, как нужно для успеха, короче. Ну, вот робот им раскидал, там, короче, что один должен остаться корабль на орбите, на корабле должен остаться один человек, вот. Ну, не человек, а просто кто-то один должен остаться на корабле, вот. Остальные должны полететь, сначала, ну, короче, двое летят на, трое летят на разведку, и потом следом, и высаживаются на планете. За ними следом, когда они показывают место приземления, значит, высаживается корабль с остальными, ну, второй корабль уже. подбирают тех, которые разведчики, ну и зато там все изучают на планете, и на этом же корабле возвращаются назад на орбиту. Ну и думают, а кто же должен остаться? И вот, короче, думают, думают. Вот. И кто должен остаться, и кто должен полететь? Когда назад робот, когда, ну типа, на орбиту все должны возвращаться, робот говорит, что вот так, и так, по всем расчетным, ну по взлетным показателям, корабль сможет поднять только, ну типа того, или там не то, что поднять, а вместиться или на корабле смогут только, ну конечно, одного члена экипажа меньше. То есть кто-то один должен вообще остаться на планете. Вот что, самое смешное, на чем я угорал-то, угорнул просто. Кто-то говорит, один должен остаться на планете. И они крепко задумываются, кто же это может там остаться? Думают, думают. И такие сосредоточенные такие. И робот тут уже не выдерживает, говорит, ну вообще должен робот остаться. Как? Ну, говорит, я же робот. Смысл мне возвращаться-то какой? Живого человека оставлять там без припасов, без всего, чтобы он там помер, да, там через какое-то время у него там все закончится, да. Корабль следующий пролетит на эту, на Венеру, через четыре месяца только. Продержит он на ней там какие-то условия, непонятно. Выжит он, не выжит. Зачем так рисковать человеком, если можно оставить робота? И все такие, о, ну да, 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 это же глупость. Причем эта глупость даже не потому, что робота надо оставить, да, на этой планете. Ну, что-то явно, что его надо там оставить. А потому, что, как там показано, этот робот-разборный. Они когда летели на это, ну, на разведку, они этого робота с собой забрали в этот вот, спускаемый этот вот корабль, да, аппарат в разобранном виде, потому что он не помещался в целом виде. Так, ребят, ё-порсоте, тогда вы можете и робота забрать. Вы просто, вам не надо его всего забирать. Вам всем забирать его вот это вот, ноги, руки его там, вот это вот, механизмы, да, там вот это все. Вам главное его забрать процессор, ну, в смысле, его вот этот вот, ну, самый главный узел, мозговой центр, да, электронный, вот этот мозг его. И главное забрать блок памяти. То есть вы его потом привезете назад на землю, вы в такого же робота его воткнете, абсолютно, ну, в такой же, ну, как платформу, в такую же, с ногами, с руками, да, воткнете этот мозг, и у вас будет этот же робот фактически просто продолжать свое полноценное существование. Вы, фактически, вы его же и забрали. Но нет, тот вот как бы, вот, кого оставить. Его оставлять-то необязательно. Его тоже можно забрать. Что там вот эта коробочка, что она много места у вас займет, что ли? Если вы, тем более, вы оттуда с этой планеты еще кроме себя повезете кучу там всяких образцов там, там они показывают, когда в конце фильма они там ящики с собой, короче, это самое, везут там кучу целых всяких, там набрали там каких-то этих вот камней там и прочего. Ну вот. Явно, что у вас для вот этого вот мозгового центра робота хватит места, куда это положить. Ну как-то вот это прям очень тупо мне показалось. Ну и вот, вот эту первую часть обзора хотелось бы завершить как раз моментом, когда они выяснили, что кого оставить на корабле, на орбите. Ну как бы выбор пал, жребий пал, типа на, там жребий не было, как вот там просто такая авторитарная система, мы решили, что останется, значит, вот эта тетя, Маша вот эта вот. Вот. И она такая, ну, как же так? И, причем они не просто и оставляют, вот типа останешься ты, они ей объясняют, что ты, говорит же, ну, специалист именно вот в этом плане, по приему обработки информации, передаче на землю, что-то, короче, она вот такой фигней занимается, то есть она, короче, какой-то там, типа, либо аналитик, либо кто, в общем, какой-то вот такой занимательная вещь, обработкой какой-то, какой-то информации, ну, может быть, она и ученый тоже дополнительно, анализирует эти полученные сведения, вот, и, говорит, ну, ты, мы будем туда отправлять все сведения, все данные, по радио, а ты будешь это все принимать, разбирать, анализировать, и передавать на землю, в общем-то, логично, ты, говорит, на это, у тебя, специализация такая, а, говорит, ну да, ну да, говорит, ну я же, так, столько, типа, сил потратила, так долго, это самое, летело, вот, я должна была, ну, выйти там, типа, на планету, на эту, да, спуститься, там, побывать там, а получается так, что вот, таблом такой, ну, как так-то, вот, ну, как-то обидно, и этот мужик не нашел ничего лучшее ей сказать, говорит, ну, я, тебя прекрасно понимаю, ну, ты понимаешь, я должен быть на Венере, или как, на Венере должен быть быть я, что-то такое, короче, она говорит, ну да, ну да, а я, говорит, не должна, ну, в принципе, вот, здравый, здравый ответ, на такой идиотский, такой идиотский замечательный, чего ты должен быть на Венере, что-то, ты объясни, почему ты должен быть на Венере лучше, ну, как бы, почему ты там должен быть, а не она, что это сложно объяснить, что так и так, я, например, вот специалист по таким, по таким-то вещам, например, по геологии, к примеру, а ты вот не геолог, а нам надо эти камни насобирать, там, каких-то, да, а ты не знаешь, какие камни надо собирать, ну, к примеру, да, ты же понимаешь, что так и так, что я как раз такой почвенник такой, вот типа ты у тебя более такая наука как вот такая вот реально ты может там по обработке по какой-то пателот теоретическая какая-то система у тебя там уже вот этого всего то есть ну понятно что ты как теоретик да и этом как практик мне естественно больше нужды быть именно там на земле чтобы именно знать что там выковырять да что что взять не все подряд хватать потому что-то конкретно там знать куда идти где искать там что-то брать да там сколько брать понятно вот это объясните все нет я должен быть ну да я понимаю и кстати говорю здесь вот реально он ею реально было обидно и тут даже речь не про то что там сильно независимая женщина там да об этом игре еще раз поговорим про сильных независимых женщин как здесь показано но вот этот момент мне очень сильно не понравился например вот именно почему этот ответ хотя ну по-хорошему ответ должен быть другим не вот это вот типа я вот просто полечу потому что я хочу а ты ну а ты остаешься здесь и все удивительно почему она вот так ответила что могла бы ну продлить эту тему как ну вот реально просто вот подмывала вот реально подмывала что такую включить повесточку и просто ему ответь на когда вот ну а ты не охренел ли что значит я должен быть на вине то я чё не должна ты чё меня не то самое вообще что ли спишь списываешься со счету но объясни почему ты должен вот объясни мне почему ты должна не я и чего-то он ответит вот интересно этот момент ну вот я говорю что вот первые минуты фильма уже такие мысли такие короче вот видите сколько у меня набежало всяких вот этих вот идей и прочего поэтому дальше будет еще интереснее я не прощаюсь до скорого